Музыка Здравствуйте! Мы приступаем к девятой лекции по теме «Введение в Новый Завет». Основным источником информации о Ранней Церкви является книга «Деяния апостолов». Сегодня мы будем изучать эту книгу. Среди книг Нового Завета книга «Деяний» расположена таким образом, что она является прекрасным соединительным мостом между Евангелиями и остальными посланиями. В книге «Деяний» мы можем увидеть, как Евангелие повсеместно распространялось через служение апостолов. Эта книга также помогает нам понять процесс рождения церквей, о которых мы узнаем из последующих посланий, также о конфликтах в этих церквях и политико-экономическом контексте, в котором зарождались и развивались эти церкви. Книга «Деяний» является единственной книгой Нового Завета, которую можно отнести к категории исторических книг, ведь в ней содержится четко структурированная и достоверная информация о регионах, событиях и значительных личностях времен ранней церкви. Первое. Автор книги «Деяний». В Библии нет ясных указаний на то, кто является автором книги «Деяний». Все же мы считаем автором Луку, который написал Евангелие от Луки. Основной причиной такого мнения является тот факт, что адресатом этой книги тоже был Феофил. Это тот же самый человек, которому было адресовано и Евангелие от Луки. Более того, Евангелие от Луки и книга «Деяния апостолов» имеют много общего в стиле написания. Обе книги написаны на литературном греческом языке. Доктор Джон Грэшем Махен сказал, что книга «Деяний» написана в выдающемся стиле. Так, словно она выдержала риторическую критику. Существуют и другие доказательства, которые подтверждают авторство Луки. Это стихи, так называемые «мы-высказывания». В книге «Деяний» автор, описывая те или иные события, зачастую использует местоимение «мы». слово «мы» употребляется в четырёх основных отрывках. В шестнадцатой, двадцатой, двадцать первой главах, а также в двадцать седьмой и двадцать восьмой упоминается человек, сопровождавший Павла в его миссионерских путешествиях. Во всех этих отрывках говорится о Луке. Мы уже познакомились с этим автором, когда изучали Евангелие от Луки. Поэтому я не буду повторяться, рассказывая о нём. В отношении даты написания книги «Деяния» Джон Грэшем Махин утверждает, что эта книга была написана приблизительно до шестьдесят третьего года нашей эры. Если бы книга «Деяний» была написана после завершения суда над Павлом, было бы странным, если бы Лука ничего не написал о результате судебных слушаний. Повествуя о жизни и служении Иисуса, Лука охватил тридцати трёхлетний период времени. Если предположить, что вознесение Иисуса произошло в тридцатом году нашей эры, о освобождении апостола Павла из заключения в шестьдесят третьем году, то это ещё один тридцати трёхлетний период истории. Таким образом, Лука описал первые шестьдесят шесть лет истории христианской церкви. Второе. Структура книги «Деяния апостолов». Основная структура книги построена вокруг истории распространения Евангелия в Иерусалиме, Иудее и Самарии, а также среди язычников. что показывает расширение Божьего Царства до края земли. Структура «Деяния апостолов» отличается от структуры Евангелия от Луки. События в этих книгах описываются в обратном порядке. Лука показывает, как Христос пришёл как спаситель всех людей. что он направляется в Иерусалим чтобы понести свой крест и умереть за грехи людей. А книга «Деяния апостолов» показывает, как умерший Христос воскрес, вознёсся на небеса и злил своего Святого Духа и его Слово распространилось в Иерусалиме, в Иудее и Самарии и даже до края земли. По этой причине вступительная часть книги «Деяния апостолов» соединяет её с Евангелем от Луки. Книга «Деяния», первая глава с первого по пятой стихи. Далее, с книги «Деяния» первой главы шестого стиха до шестой главы седьмого стиха повествуется о рождении Иерусалимской Церкви, о её росте среди гонений, о сошествии Святого Духа в день Пятидесятницы в Иерусалиме и о других церковных событиях. Таким образом, первая часть книги фокусируется на событиях, происходящих в Иерусалиме. Конец данного отрывка подводит итог служению в Иерусалиме. Книга «Деяния», шестая глава, седьмой стих. Начиная с этого места писания и завершая девятой главой тридцать первым стихом мы читаем о распространении Евангелия в Иудее, Галилее и Самарии. Книга «Деяния», девятая глава, тридцать первый стих суммирует это служение. Начиная с этого места писания и до главы двенадцатой повествуется об обращении Корнилия к Господу. Это происходит через свидетельство Петра пробуждение в Антиохийской церкви, которая представляла собой базу для миссий другим народам, а также повествуется о преследованиях церкви Иродом Агриппой. Двенадцатая глава книги «Деяния», двадцать четвертый и двадцать пятый стихи вкратце суммируют эти события. Евангелие процветает в Иерусалиме. Церкви Иудеи, Галилеи и Самарии утверждаются в вере и постепенно Божье Слово достигает Антиохии. Истинно Таким образом, Евангелие неуклонно расширяет свои границы. Мы только что установили, что главы с первой по двенадцатую повествуют о служении в Иерусалиме, Иудее и Антиохийской Церкви. то есть говорят о миссии ранней Церкви, о работе, которую совершали апостолы. Начиная с тринадцатой главы книги Деяний, Лука повествует о служении Павла на миссии. Лука повествует нам распространение евангельской миссии. Начиная с тринадцатой главы мы видим, как Евангелие проповедуется язычникам Малой Азии и Европы. Здесь же описано первое миссионерское путешествие Павла. Пятнадцатая глава говорит о Совете в Иерусалиме и принятом на нем решении о том, как следует проповедовать Евангелие язычникам. Затем до восемнадцатой главы повествуется о втором миссионерском путешествии Павла. И далее вплоть до двадцать первой главы семнадцатого стиха говорится говорится о его третьем миссионерском путешествии. Павла. Павла в Иерусалиме и о проповеди Евангелия в Иерусалиме. Я поясняю простую структуру книги Деяний, описанную в ваших силабусах, чтобы вам было легче ее запомнить. Третье. Содержание и особые характеристики книги Деяния апостолов. Мы можем условно поделить Новый Завет на четыре раздела. Первый раздел Евангелия. Второй историческая книга, то есть книга Деяния апостолов. Третий раздел Послания и последний книга Откровения. Ветхий Завет также можно условно поделить на четыре раздела. Пятикнижие или книга Закона это первый раздел. Далее исторические книги, поэтические книги и пророческие книги. Слово Деяние в оригинале означает действие. Мы мы называем книгу книгой Деяний. Деяние это письменное повествование о словах, делах и достижениях. Чьи Чьи это действия и достижения? Во-первых, книга Деяний это запись действий и истории воскресшего Иисуса Христа. Книга не просто описывает действия апостолов, но деяния Иисуса Христа совершенные посредством Святого Духа. Воскресший Христос продолжает действовать и учить. Во времена ранней церкви воскресший Иисус посредством Святого Духа через апостолов поднимал церкви и распространял Евангелие по всему миру. Книга Деяний описывает, как это происходило. Также она является записью действий Бога Отца. Это повествование о том, как Бог Отец исполняет свои обещания, данные в Ветхом Завете. Это свидетельство о том, как Бог своим Святым Духом суверенно всем правит. И как Он царит над Своей Церковью и защищает Своих людей. Эта книга является книгой деяний и истории Духа Святого. Евангелие от Луки показывает нам историю участия Духа Святого в процессе зарождения и роста Церкви. Все апостолы были водимы и исполнены Духом Святым. Они были оснащены для того, чтобы проповедовать Евангелие. Поэтому книга Деяния апостолов также называется Деяние Духа Святого. Когда Дух Святой не сходит на людей, они преображаются и принимают силу. Не воинством и не силою, но Духом моим. Книга Захария, 4-я глава, 6-й стих. Дело не в человеческой силе и значимости. Для того, чтобы осуществлять работу Царства Божьего, необходимо полностью полагаться на Духа Святого. Поэтому апостолы ожидали излияния Святого Духа. Они хотели исполниться им. и усердно об этом молились. Когда Дух Святой наполнил их, произошло нечто невероятное. но это не произошло само собой. Апостолам и ученикам нужно было молиться об этом. История гласит, что колени Якова были твердыми, как колени верблюда. Наши же колени напротив очень мягкие. их не сравнить с коленями верблюда. Если мы хотим жить под водительством Духа Святого, нам следует молиться. Всякий, кто верит в обещания Отца и усердно молится, может получить водительство Духа Святого. Всякий, кто любит Слово и послушен Ему, сможет жить под водительством Святого Духа. Так чьи же деяния записаны в книге Деяния апостолов? Это деяния воскресшего Иисуса Христа, деяния Бога Отца и Святого Духа. Во-вторых, книга Деяний это повесть о деяниях и истории проповеди Евангелия апостолами. Деяния это повесть о том, как Петр и Оанн и Аков Павел и Варнава Стефан и Тимофей провозглашали провозглашали Христа и проповедовали Евангелие. Книга Деяния апостолов рассказывает о том, как евангелисты повсюду свидетельствовали о Христе, провозглашали Евангелие спасения. Их проповеди и слова назидания, их страдания за Евангелие и их смерть тоже описаны в этой книге. Книга Деяний это история евангельской миссии. Это история расширения Божьего Царства. Это история преображения мира благодаря распространенному в нем Евангелию. Это история Церкви, рассказывающая о сопровождавших проповедь Евангелия гонениях. Это история распространения Евангелия по всему миру. Деяния показывают силу и мощь Евангелия посреди всех трудностей и гонений. Как маленькая закваска, которая квасит все тесто, несколько человек проповедовали Евангелие. И благодаря этому оно распространялось по всему миру. Книга Деяний это история евангельской миссии. Деяния также содержат пример для церквей нашего времени. Это пример того, как следует проповедовать и как нужно благовествовать. В этой книге записаны 26 проповедей ранних евангелистов. В книге Деяний записаны проповеди Петра, Стефана и Павла. Приблизительно одна пятая часть книги состоит из проповедей и высказываний лидеров ранней церкви. Благодаря этому мы можем словно вживую слышать проповеди апостолов церкви. Эти писания учат современную церковь тому, как и что проповедовать. Куда бы ни шли ученики, они благовествовали об Иисусе и проповедовали о его кресте. Они несли евангельскую весть. Проповедовали ли они об этом, потому что это было популярно в те времена? Нет, христос и его крест были камнем преткновения в то время. Евангелие почиталось юродством и глупостью. в те времена христианство подвергалось жестокой оппозиции и отвержению. первое послание коринфянам первая глава 23 стих говорит христианство что евангелие 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 проповеданное апостолами является является ответом для этого мира. Евангелие повествующее о смерти воскресении и вознесении Иисуса должно быть услышано и нашими современниками которых терзают всевозможные политические и экономические проблемы. Евангелие объясняет как история произошедшая более двух тысяч лет назад история Иисуса Божьего Сына пригвожденного ко Кресту может стать благой вестью для людей в настоящее время. Евангелие даже кому-то неинтересно слушать Евангелие это не значит что нам надо говорить лишь то что люди хотят слышать. Евангелие без креста это не Евангелие Деяние апостолов это удивительная книга Деяния рассказывает человечеству о силе Евангелия Иисуса Христа Если если учитывать эти факторы Книгу Книгу Деяний можно можно назвать следующая книга среди Евангелий после воскресения Иисуса из мертвых и его вознесения на небеса Евангелие стало быстро распространяться И в наши дни Христос и его Святой Дух продолжают действовать через своих избранных служителей Господь трудится среди нас прямо сейчас Он строит свою церковь В этой лекции мы видим что книга Деяний Это история проповеди Евангелия апостолами В-третьих книга Деяний апостолов это история и Деяния церкви Книга Деяний показывает нам раннюю церковь И помогает ответить на вопрос что такое церковь Деяний мы видим множество уроков из раздела экклесиологии на страницах книги Деяний Эта книга показывает состояние ранней церкви И приводит важные свидетельства пробуждения церкви История Христа который является главой церкви Это история самой церкви Все начинается с Иисуса Христа Деяния предвещают страдания с которыми церкви предстоит столкнуться в этом мире В Деяниях повествуется о том как апостолы церкви проповедуют Евангелие Несмотря на жестокие преследования трудности и оппозицию Исполненные словом святым духом верой мудростью и любовью Они идут в мир чтобы спасать души Они мужественно переносили все страдания и отвержения Таким образом история церкви описанная в Деяниях это история гонений Это нечто такое о чем современной церкви следует помнить Но не это главное что можно сказать о церкви Церковь всегда была победительницей Деяния повествуют о рождении церкви и о ее великом видении и планах на будущее Многие церкви по всему миру страдают и проходят гонения Но когда вернется Господь им предстоит одержать великую победу С Евангелием в сердцах и устах ученики завоевали Иерусалим Божье слово распространилось по всей Иудее Евангелие процветало в Галилее и Самарии Все больше и больше верующих присоединялось к церквям Сирии и Антиохии Становилось все больше верующих в Малой Азии и Риме Книга деяний во временном аспекте смотрит вперед ожидая возвращения Христа а в пространственном смотрит как Евангелие распространяется до края земли и как разрастается церковь Пламя Евангелия начало распространяться небольшой группой людей но постепенно оно достигло Азии и Рима Евангелие разрушило стены и проникало сквозь барьеры национальных языковых культурных и личностных отличий Все это предвестники будущей окончательной победы церкви Хочу кое-что добавить Книга деяний Это также и история отдельных личностей в церкви Личностей души которых спасены А жизни преображены Евангелием Иисуса Христа Деяния описывают индивидуальные истории многих людей Конечно далеко не все имена верующих упомянуты на страницах этой книги Тем не менее множество имен и историй записаны в книге деяний Мы можем быть уверены что и в наше время Бог ставит своих служителей и строит через них свое царство благодати Бог открывает служение проповеди Евангелия тем кто принял решение верить Триединый Бог и сегодня царит над своей церковью Он ее хранит Бог преображает жизни людей Евангелием Господь созидает церкви там где их до сих пор не было Он поднимает и посылает делателей на жатву Воздадим благодарность и хвалу великому Богу нам следует молиться столь же усердно как это делали первые ученики Иисуса давайте давайте целиком и полностью посвятим себя проповеди Евангелия давайте давайте воздадим всю славу Богу на этом мы завершаем девятую лекцию по теме введения в Новый Завет Благодарю вас до сих